дополнение бомбежу абрикосами я тут решил завалить брещан белорусов и россиян абрикосами окончательно раскопать эту тему чем интересно но уже надоело абрикосы да абрикосы когда будут персики когда вот все-таки абрикосы почему потому что мы находимся за городом мы находимся в эпицентре абрикосовыращивания абрикосоварения значит на болезнь юго-западное болезнь местечко называется остромеч у нас как раз в году был год малой родины интереснейшее место 1500 16 века здесь уже занимались садоводством и можно сказать что абрикосы персики виноград здесь появились возможно раньше чем в киеве почему влияла близость варшавы здесь очень много старинных усадеб и до варшавы 200 километров здесь даже похоронен последний польский король там я на вот какой-то там и конкретно что касается вот этих мест у нас есть уникальное место называется бучемля с ним связано название сортов бучемлянский абрикос бучемлянская вишня бучемлянская слива бучемлянский персик так называемый персик народный и абрикоса народного народной селекции значит как завязалась 17 16 века садоводство огородничество здесь есть множество местечек таких интересных называется местечко огородники например да тоже 400 лет каролин ротайчицы вот каролин вам говорит что-нибудь название не она многом говорит если поехать все в садах все цвета то есть за польским часом здесь приучили к садоводству вот мы видим сплошь вот такие абрикосовые проспекты острове чего здесь пришел хороший хозяин в советском союзе скакун как вам фамилия скакун да и он обскакал все колхозы вокруг и заложил здесь хорошую такую коммуну в общем то здесь вот советский союз удался лучшим его проявлением огромные сады в округе все засажено плодовыми люди сами засаживают центральная площадь нас везде нас окружают абрикосы какой-то такой призрачными облаками они окружают все улицы ну и самое интересное уже показывал что здесь идет анвази абрикос везде сеется вот это ядро абрикоса которое проросло на квадратном пятачке здесь находится где-то 10-15 абрикосов вот абрикос вот абрикос вот абрикос там и дальше я буду вдоль забор то есть абрикосовый газон фактически чем это говорит абрикос натурализовался абрикосов передает генетический материал на 90 процентов косточкой то есть вот эти сорта мы видим что одни деревья зацвели раньше другие позже то есть можно отобрать себе генетику поздно светущих это очень актуально для россии чтобы абрикос зацветал именно позже так вот бучим ли монахи бернардинцы при таком был шляхтюк пан такой немцевич полякте там немец я не знаю и он поддерживал орден бернардинцев я читал сводки когда если вы наберете в интернете персик народный или бучимлянская вишня выходят статьи написаны историками там искусствоведами по поводу вот этого региона нашего юго-западного полесья здесь около 200 старинных усадеб находятся только по брестской области где-то 200-300 усадеб под грудно под грудно здесь хорошие но относительно хорошая почва для садоводства и вот немцевич поддерживал этих монахов они занимались садоводством и тогда они привезли бучимлянскую вишню сливу и абрикос эти интересные плодовые интересны тем что они передают константно из своих семян передают свойства и при этом дают еще хорошую поросль адекватную и самосев то есть поросль вишни бучимлянской дает бучимлянскую вишню то есть это породе 300 лет где-то с небольшого дерева вишни собираешь два-три ведра вишни хороший такой с хрящеватой мякотью она долго висит и даже по осени превращается в изюм если погода сухая вот как сейчас но у нас репортаж абрикосе так вот о абрикосе выращивание я думал что это до семнадцатого года на самом деле поднял сводки 300 лет абрикоса выращивания на брещене конкретно мы про брещенную говорим и просто деревья абрикоса столько не живут и мы видим столетние пока абрикосы а вообще с такими темпами как он натурализуется я думаю последний репортаж я сниму как абрикос ведет себя в сосновых лесах нас сейчас везде идут вспышки цветения абрикосов и хорошо видно с дороги некоторые обладают насыщенно розовыми цветами если мы посмотрим одни абрикосы белее другие натурально розовые как настоящая сакура вот этот розовый там в конце вот где моя машина стоит for transit там еще более розовые цветы значит что я вам скажу приезжайте за семенами абрикоса не обязательно ехать в сибирь и почему этот важный репортаж именно гибриды с участием амура во вторых у нас за городом каждой 10 минус 30 температуры то есть это пятый климат у нас абрикосы пятого климата вот здесь востромечиво в этом году было минус 25 мороза прошлое позапрошлая зима минус 30 в самом бресте все-таки за счет инфраструктуры термальных ловушек вот этих вот газов парников все-таки теплее и смотря на вот эту сухую весну вот нас как в Казахстане образовалась уже несколько десяток лет сухие весны я скажу что при таком цветении били пчел мы имеем шанс получить очередной абрикосы урожай как в прошлом году семенами все завалено в том году был дикий урожай абрикоса просто на рынке он стоил ни за чего в магазинах гипермаркетах абрикос вообще не продавался что пресс был завален абрикосами то же самое было с персиком единственное там персиковая муха повреждала плоды косточки разваливались поэтому у меня сеянцев почти не получилось но абрикос вот отменно сеется и порода для пятого климата подмосковья вполне может быть граница пятого четвертого вот именно брестская популяция ребята приезжали увезли вот такие два огромных кулька абрикосов вот а вообще кому интересно то можем ботанические туры по осени провести со сбором семян именно по бречене у нас у меня здесь в округе около 30 выдающихся усадеб в одной из усадеб похоронен последний король польши вот этот август я на август это было недавно по историческим временам здесь усадьба немцевичей здесь ну много каких еще усадьб высоком замечательный парк гримячие там у нас даже проводят но нам интересно у нас есть такая функция ботанические туры а нам будет интересно именно собрать семена там много экзотики кладрасисы пирамидальной дубы сосна палоса 200 летние деревья это стоит видеть думаю при случае как стану посвободнее я сниму репортажи тоже про эти вещи буки 200 летние это замечательно очень красиво в том числе вот именно плодовые здешнего региона ну я с вами прощаюсь пора ехать на свой фарвар и подымать садоводство все